Продолжение следует... Мы все следили за тем, как разворачивалась ситуация с феминистским фестивалем. И, к сожалению, мы увидели, что феминизм с политического движения превращается в какое-то просто модное слово. И что идея наша, хорошая идея, трансформируется в нечто поверхностное из-за желания привлечь больше людей. Конечно, у многих из нас это вызывает вопрос и критику. Но это и неплохо, что любое движение внутри нашего сообщества вызывает такую дискуссию. Просто нам необходимо переходить от реактивной политики в позитивной. То есть перестать вагивать только на плохие новости, а вместо этого объединяться, чтобы массово, активно подвигать свою повестку. И, несмотря на наши разногласия, мы должны сосредоточиться на тех вещах, которые нас действительно объединяют. Только так у нас получится стать реальной политической силой. Все, спасибо большое. День добрый. Я рада видеть здесь столько людей, хотя я ожидала увидеть гораздо больше. Я рада, что здесь присутствуют люди разного пола и разного гендера. Потому что международный женский день – это не только женский день. И феминизм – это не только права женщин. Это права всех людей. Это права человека. Сегодня праздник. Нас по телевизору поздравляют с праздником. И ведущие говорят – желаем вам женского счастья. Потому что есть просто счастье, а есть женское счастье. А еще иногда желают простого женского счастья. Потому что есть просто счастье, женское счастье и незамысловатое, простое женское счастье. Я хочу всех призвать к тому, чтобы мы помнили, что наша сила – солидарность и объединение. Что не нужно разделяться по возрасту, полу, кендеру, политическим взглядам. Помнить о том, что права человека – это права всех людей, всех арестаций, всех национальностей, всех возрастов. Только вместе можно изменить что-то в этом мире. И еще в этот праздник я хочу напомнить всем кроменистам и кроменисткам, что свою борьбу нужно строить не на ненависти. На том же ненависти к мужчинам, как я, короче, из-за лицарей Альхазы. Строить ее нужно на любви и уважении, на любви к себе. Потому что если, милая женщина, мы тебя не любим, если мы тебя не уважаем, если мы позволяем тебе называть слабым, здоровым, принимать стройные рамки и жертвы, и никто у нас не будет уважать, если мы тебя не уважаем. Поэтому я призываю вас, любите тебя, цените тебя, уважайте тебя и уважайте, пожалуйста, других не права. С праздником! Сейчас перед вами выставим союзную организацию «Социалистическая перспектива» Здравствуйте! Всем привет! Действительно, праздник у нас политический. Нас здесь немного, но в принципе и немало. Есть новые лица, что не может не радовать. Я не хочу долго сегодня говорить, потому что о многом уже было сказано. Было сказано о том, что сегодня не праздник цветов и сладостей духов, а праздник борьбы за женское равноправие. Было сказано о том, что нам необходимо бороться на рабочем месте за равную оплату труда, за недискриминацию и против сексизма на рабочем месте. Было сказано о том, что необходимо бороться против общественного сексизма, то есть в СМИ, то есть в кинематографе, то есть на месте учебы, опять же на рабочем месте, но вопрос, как этого всего достигнуть, почему мы все это осознаем, почему мы осознаем права, в том числе прописанные в Конституции, но по факту у нас их нет. На самом деле нам необходимо, общественное движение, нам необходимо, чтобы нас было не несколько десятков человек в глухом лесу в Сокольниках, а чтобы нас было несколько тысяч и в центре Москвы, в центре других городов, несколько тысяч. Поэтому я предлагаю сейчас зарядиться некой мыслью о том, что нужно идти в поле, нужно общаться с новыми людьми, нужно привлекать их к активной борьбе, и поэтому давайте немного сейчас, чтобы разогреться и зарядиться какой-то надеждой и силами немного поскандируем, потому что мы молчим, что это очень тихо, и товарищи полицейские могут подумать, что мы очень тихие, а мы не такие. Поэтому, ну, 3, 2, 1, давайте простое, права не дают, права берут. Права не дают, права берут! Права не дают, права берут! Права не дают, права берут. Сожженные автозаки никого не сождают. Ну все знают, наверное. Долой фашизм, гомофобию, сексизм. Долой фашизм, гомофобию, сексизм. Долой фашизм, гомофобию, сексизм. Да, ой, фашизм, гава, полопию, сексизм! Спасибо всем, всем удачи, всем сил и успехов в дальнейшей борьбе! Давайте вспомним, и аж международного характера. Извините, я плохо говорю по-русски. Я из Сингапура, и я думаю, вы много страны, вы Америки или в Англии, каждый день вы улицы, демонстрации, митинг и пикет, но в Москве или в Сингапуре нет. Если феминистка или активист труднее, да? Ну, потому что это, когда мы здесь сегодня, очень-очень важно, когда феминистка или женщина или девочка, и люди и страны знают, мы все здесь, феминистка в мире все сильнее, что это очень важно, мы здесь сегодня. Понимаете? Понимаю! Спасибо! 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 Ура! 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 Я услышала здесь такое мнение, что на самом деле язык не унижает женщин и феминитивы это коверкание языка. Но я хочу сказать, что вы никогда не должны думать о том, что вы слишком истеричны, агрессивны, эмоциональны, о том, что вы видите дискриминацию там, где ее нет. Потому что на самом деле вся наша культура, к сожалению, глубоко патриархальна. И дискриминация лежит не только в плане каких-то отдельных проявлений агрессии, она легитимирована на всех уровнях, от самых высоких до самых маргинальных. Поэтому я думаю, что даже самый ничтожный акт сопротивления является актом сопротивления. И если кто-то сегодня не пришел на митинг, а решил вырвести этот день так, как ей комфортно, мы не должны осуждать этих людей. Потому что в этом мире, в полном агрессии, акт любви к себе, акт эгоизма со стороны женщины может быть актом сопротивления. А не только выход на митинг с плакатом. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.